Друзья, всем привет! Выпуск под номером 185. Пообщаемся про оставленные без внимания проблемы. Что происходит с проблемами, когда мы их не решаем. Также поставим цель на день, позанимаемся спортом. Ну и что, друзья, как всегда, счастья, здоровья! Подпишись на канал, поставь лайк, досмотри этот ролик до самого конца. Буду тебе максимально благодарен. Погнали! Ожидание и избежание проблем или встреча с ними на самом начальном этапе является твоим ключевым выбором. Преодолей страх, атакуя его. Проблемы, оставленные без внимания, не решаются, а только ухудшаются. Мы почему-то думаем, что если мы не будем фокусироваться на проблемах, то проблем у нас не будет. Но чем больше мы отходим от проблем, тем больше их появляется. Возможно, есть такое убеждение, что кто-то за нас что-то дорешит. Но в любом случае, кто-то что-то за нас, когда решает, он решается своим интересом. И вполне вероятно, может сложиться так ситуация, что это будет невыгодно для тебя. И это нужно понимать. В любом случае, все проблемы решаются так или иначе. Только проблема в том, что эта проблема может решиться не в свою пользу. На самом деле, не нужно относиться к проблемам как к проблеме. Потому что, когда мы входим в режим так называемого эмоционального раздражения, когда ты воспринимаешь все как какую-то смертельную проблему, что невозможно выйти из ничего, тогда ты в ступоре находишься. Когда ты входишь в режим, что все возможно решить, есть точка А, есть точка Б, нужны необходимые ресурсы для того, чтобы решить эту задачу, ты постоянно с этим решаешь. В принципе, проблемы это возможности, это избитая фраза, но так-то оно и есть. Без них бы мы бы сидели на одном месте и ничего не делали, потому что бы не было никакой мотивации. Давай подытожим. Ожидание и избежание проблем это верный путь еще к большим проблемам. Если ты проблемы не решаешь, то проблемы решают твою жизнь. Если ты подходишь эмоционально к проблемам, пытаешься с эмоциями разобраться, у тебя ничего не получится, ты только будешь множить свои проблемы. Поэтому для того, чтобы выйти из этой ямы, просто войди в режим решения этих задач. Да, подходи конструктивно, подходи стратегически. Есть проблема, есть задача, нужны ресурсы. Выпиши на листик бумаги проблему, и ты увидишь пути решения этой проблемы. И ты поймешь, что как таковой проблемы у тебя нет той, которую ты себе обрисовал в своей голове. Если понравилась идея, поставь лайк, знаешь человека, которому поможет этот ролик, обязательно с ним поделись. Я тебе за это буду благодарен, он также будет тебе благодарен. Ну а так что, друзья, движемся дальше, выходим на улицу, будем заниматься спортом, ставить цель на день. Погнали! Так, ну и по целям на день на сегодня, это договориться с другом о встрече, потому что постоянно у нас переносятся эти встречи, никак не можем договориться, вот уже окончательно договориться и встретиться. Почему именно такая цель? Потому что я взял 7 дней, поделил их на 7 областей жизни, вот. И каждый день теперь в определенной области жизни ставлю цель на день. Вот. Вот такая моя цель на день. Вам, друзья, желаю всем продуктивного дня. Ставьте цели на день, выполняйте. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Подпишись на канал, поставь лайк. Ну и прощаемся ненадолго. Прощаемся до завтра. Пока.